Предприятие теплоснабжения Одессу сможет рассчитаться с долгами. Горсовет выделил ТГУ еще 140 миллионов гривен. Ранее мэрия уже финансировала предприятие. Общая сумма финпомощи из бюджета 240 миллионов. Основная часть средств пойдет на погашение задолженности перед нафтогазом и облэнерго, а также на выплату рассрочки. У предприятия есть подписанный договор реструктуризации, так называемой рассрочки по налогу на добавленную стоимость с органами фискальной службы. Мы очень следим за этим. Сегодня мы стараемся так, чтобы где-то 33 миллиона из этих денег ушло на оплату налога на добавленную стоимость, то есть в начале года, а не по графику ежемесячно. И таким путем мы сэкономим на расходах по уплате процентов за эту рассрочку. На предприятии также задерживают выплаты зарплат. Постепенно сотрудникам выдают деньги за декабрь. Выплачено более половины задолженности. Общий же долг ТГО, по словам директора предприятия, превышает миллиард гривен. Больше всего теплоснабжение города должно нефтегазу и одесской ТЭЦ. В то же время одесситы должны предприятию свыше 500 миллионов. Мы находимся в отопительном сезоне, то есть все зависит от уровня расчетов потребителей. По нашим прогнозам, мы в течение отопительного сезона должны выровняться, выйти в график, то есть нормально рассчитываться по заработной плате. Но все будет зависеть от жителей нашего города, которые своевременно оплачивают тепло. Более миллиарда гривен мэрия должна выделить на реставрацию исторического центра города. Программа, которую поддержали депутаты, рассчитана на три года. В планах восстановить фасады двухста зданий, благоустроить бульвар Жванецкого, парки и скверы, привести в порядок тротуары и дороги, а также капитально реставрировать здания мэрии. Есть сложности с тем, что многие здания являются сугубо ведомственными. Мы к ним, к сожалению, притронуться не можем. Это бюджетные деньги. Здания, которые находятся в коммунальной собственности города, в ведении ЖКСов и СМД, мы с удовольствием включили их в эту программу. По дорогам, это Воронцовский переулок, который требует, понятно, реставрации дорожного покрытия. Плюс Приморский бульвар, то же самое. Вы видите, в каком состоянии плитка около дюка потресканная. Однако, как выяснилось, трудности могут возникнуть и с поиском денег. В этом году на программу запланирован 421 миллион, но у города есть только 123. По словам директора департамента финансов, мэрия сейчас ведет переговоры с рядом банков, чтобы взять еще один кредит. В то же время, бюджет города продолжат финансировать туристы. Депутаты горсовета на сессии поддержали туристический сбор в размере 21 гривны в день. Сбор нужно будет оплачивать при поселении в отелях и хостелах. Как именно это будет происходить, должно определить Кабмин. Но позже. Лилия Гарапашная, Денис Рудь, телеканал Репортер.